приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание 18 января поговорим о самой актуальной информации на этот день что за народный праздник что обязательно нужно сделать в этот день и вечер а также какую практику привет про при провести на привлечение денег изобилия и достатка свою жизнь поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца всем приятного просмотра итак друзья 18 января отмещая отмечается крещенский сочельник другие названия праздника крещенский вечер голодный вечер наши предки еще называли этот день водяная каляда или 2 сочельник крещенский сочельник завершает период рождественских праздников в этот день проводятся главные приготовления крещению 18 января день строгого поста и последний день калядование последние святочные гадания под крещение собирают снег который как считается обладает особыми целебными свойствами и сохраняет свежий в воду в колодцах в течение года традиции празднования крещенского сочельника уходят в далекие времена когда период до 19 января называли без креста так как новорожденный божий сын еще не был крещен считалось что в это время по земле гуляет нечисть именно 18 января она особенно опасна с целью защитить себя и родных а также свой дом проводились различные ритук ритуалы обряды и как правило это было троекратное наложение креста на все углы дома а также обрызгивание их святой водой тому же места где могла прятаться нечистья это были двери окна погреб ворота окуривали ладаном и рисовали на них кресты в доме 18 января обязательно должно быть чисто поэтому накануне хозяйки мыли и мыли имели полы ведь мусоре могли притаиться черти многие традиции и обряды крещенского сочельника напоминали рождественские не ужинали пока на небе не загорится первая звезда блюда были только пост на это были блины и выпечка рыба вареники голубцы каши борщи с фасолью и овощи также была кутя голодная заправленная постным маслом медом и маковым молоком по окончании ужина ложки складывались в одну тарелку которые накрывали хлебом чтобы урожай на хлеб был богатый во многих домах существовал такой обычай оставлять рождественскую кучу и смешивать ее с крещенской этой смесью кормили домашний скот чтобы он не болел конечно же главная традиция крещенского сочельника это было освещение воды и и еще называли иорданской прежде чем приступать к ужину каждый член семейства должен был выпить обязательно по 3 ее глотка ей уже окропляли дом двор и домашний скот чтобы жить в богатстве не болеть и радоваться жизни эту воду хранили и использовали когда в доме кто-то заболел она спасала от даже самых страшных болезней а рожденные 18 января в крещенский сочельник считала что такие люди будут спокойными и рассудительными они кроткие и незаметные но а в качестве талисмана им стоит носить опал или изумруд наши предки в этот день очень уделяли особое внимание народным приметам и в этот день наши предки знали что же нельзя и можно делать в крещенский сочельник по народным поверьям и суевериям главное что нельзя было делать 18 января в крещенский сочельник это делать уборку в доме после захода солнца согласно народным приметам та семья которая слушается даманного запрета домовой может уйти и тогда останется жилье неприсмотренным что чревато серьезными последствиями и для дома и для живущих в нем людей также 18 января запрещала сердиться ругаться и сквернословить радовать темные силы которые не захотят уходить из такого приветливого к ним дома не разрешалось крещенский сочельник чтобы на столе было четное количество блюд это народная примета к неприятным новостям в крещенский сочельник во время набора воды для освещения нельзя было думать о ком-то или о чем-то плохом негативные мысли могли остаться в воде и тем самым навредить человеку также нельзя в крещенский сочельник и плакать пролитые сегодня слезы могут привлечь беды в крещенский сочельник не рекомендовалось и вспоминать умерших поскольку существовало поверье у наших предков что они потом каждую ночь будут приходить во сне поэтому тому кто вдруг все-таки упомянул покойника нужно тут же прикусить язык сегодня нельзя было отказать кому-либо в просьбе дать воды напиться иначе считалось что всякие болезни придут в дом запрещено 18 января и топтать свежий снег поскольку в крещенский сочельник он считается целебным старину им умывались чтобы защитить себя от болезней собирали его для хозяйственных нужд а девушки обтирались чтобы всегда быть красивыми также китали снег и в колодец чтобы в нем не портилась и не пересыхала вода нельзя было 18 января по народным приметам стирать в реке так как воду в этот день марать грязным бельем не стоит наш иначе может случиться какая-то беда запрещено в крещенский сочельник и на кого-то обижаться и кого-либо обижать иначе весь год проведете в 40 в скандалах и недовольствах нельзя 18 января и в крещенский сочельник брать и давать в долг как деньги так и хлеб иначе весь год пройдет в голоде и бедности существовал сегодня запрет впускать в дом чужую кошку или собаку поскольку в их в образе в дом могла проникнуть нечисть по этой причине наши предки с осторожностью относились и к странникам которым вот такой вечер отказывалась в крови запрещалось поэтому прежде чем впустить дом чужого человека читали молитву очень наш три раза и если это была темная сила в теле человека то странник тут же уходил 18 января обязательно нужно обратиться к магическим силам и обязательно попросить высшие силы о помощи также обращаю ваше внимание что 17 января обязательно сходите в храм и осветите водичку также обращаем ваше внимание что в этот день запрещается плакать иначе в противном случае вы будете лить слезы также нельзя кого-либо ругать или наоборот хвой хвалить а вот вода собранная на крещение господня обладает достаточно сильной энергетикой смешивать крещенскую водичку с обычной не рекомендуется иначе она потеряет свои целебные свойства во время сбора воды запрещено ругаться и думать о чем-то плохом считается что крещенская вода может простоять много лет и не испортится но если в доме постоянно происходят ссоры скандалы то она придет в негодность уже через месяц и именно 18 января вы можете провести следующую практику для того чтобы деньги всегда водились в вашем доме поэтому как только 18 января появится первая звезда все члены семьи берут деньги и шуршат ими при этом нужно говорить следующие слова господь бог миру явится моей мощные деньги прибавятся аминь 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 эти слова три раза нужно сказать и потом эти же деньги которые вы заговорили нельзя три дня тратить а по истечению трех дней вы можете потратить на те нужды которые вам действительно нужны или на которые вы эти деньги собирали далее друзья у нас с вами лунный календарь и на 18 января 2022 года по лунному календарю сегодня у нас с вами 16 и 17 лунный день обращаем ваше внимание что сегодня у нас с вами было полнолуние будет в 2 часа 38 минут в знаке зодиака рака а потом перейдет знак зодиака лев и конечно же сегодня миром управляет гармония равновесия спокойствие и умеренность очень важно поймать сегодня эту волну и следовать за ней чтобы в стороне не остаться и не потерять такой чудесный в энергетическом плане день сегодня вы знаете 18 января все работает на умиротворение символа этого дня бабочка и голубь который символизирует душу и легкий переход из одного мира в другой и сегодня все старается быть уравновешены и привести в состояние гармонии на одной чаше весов наша грешная земная телесная жизнь на другой наше духовное существование все в это в любом случае сегодня отразится на нашем настроении знаете энергетика этого дня будет достаточно гармонично это чистый светлый и спокойный день пришло время отдыха от напряженных и активных действий сегодня 18 января не стоит проявлять агрессивность доказывать свою правоту кричать и размахивать руками нельзя сегодня включайте громкую музыку и вести себя вызывающе лучше всего провести этот день в уединении быть тихим и скромным неплохо заняться и домашними делами особенно полезно все что связано с очищением мытье полов стирания пыли принятия душа также сегодня будет полезна неспешная пешая прогулка что друзья что что касательно стрижки то стрижка волос не сулит ничего плохого все же не ждите ничего позитивного от посещения стилиста или парикмахера работа даже лучшего мастера может губительно повлиять на вид и здоровье волос стрижка сделанная в этот день приведет к предательству со стороны коллег и близких родственников и вы знаете сегодня такой вот день 18 января когда нужно прекратить гонку и вот просто отдохнуть имидж измененной при помощи прически вас сегодня расстроит форма не будут держаться и прическа очень быстро распадется и вы с этим вряд ли что-то сделаете что же касательно окраски волос то для душевной гармонии окрасти волосы в темные тона натуральными красителями волосы лучше всего сегодня собрать в пучок в этот день можно отдохнуть расслабиться и побыть наедине собственными мыслями рекомендуется сегодня соблюдать спокойствие не нарушать никакими действиями внутреннего комфорта и мира в душе ибо символ этого дня все-таки умеренность друзья напоминаем сегодня полнолуние и лучше если вы приведете этот день спокойствие в умиротворением пообщаетесь с природой обнимите деревья кроме того у нас и обращаем ваше внимание сегодня 18 января и крещенский сочельник достаточно сильное магическое время когда можно проводить практики ритуалы на привлечение изобилия достатка благополучия вашу жизнь и друзья кроме того обращаем ваше внимание что близится и 19 января крещение господня это очень важный день для нас для православных христиан поэтому обязательно заходите на канал эзотерика для тебя у нас на канале будет много полезной важной нужно интересны для вас всем хорошего дня услышимся уже с вами в следующем видео